Вот остановились, кто-то закипел, пытается выбраться из снега, Коля пошел помочь. Есть. Есть. Эй, только в него не едь! Ташу, стой! Боюсь, что парень подвыпивший может его встукнуть сейчас в попу. Встукнул. Что тут такое? Что тут такое? Да. Ну да, да, я же тоже смотрю, что чего ж не тормозишь? Ничего ж не тормозишь! Банги! Вот так тоже бывает. Логически хочется закончить то, что только что произошло. Я закончил. Этот человек застрял, выехал и застрял вот там сразу же. Сразу же. Нам разнес бампер. Вывод, хочется помочь, приходите пьяный, пойдешь проспишься, потом вытащишь сам машину. Никогда не помогайте пьяному вытаскивать его автомобиль. Хорошо, что мы только что вытащили его. Ладно, бампер, хорошо, что там был не ребенок. И второй момент, что он застрял только что дальше в сугробе. Он только что чуть не разнос соседям забор. Забор, да. Мне не хорошо, что это пьяный человек, а мы посмотрим хорошо, мы и восхаживаем, что это пьяный. Правильно. А тем более, пьяный человек у вас все, ну, в голове перемешивается. Потому он все время застрягивает. Да, все. Все, мы ему не будем поманять. Вывод сделан, жалко, влетели мы на бампер. Будет нам наукой. Бампер дорогой. Пристегиваемся. Да, ладно. Мы, конечно, в расстроенных чувствах. Давай я хоть тебя сниму. Фух, я расстроена и разочарована тем, что мы... Не разочарована тем поступком человека этого. Он пьяный, он глуп был в своих действиях. А разочарована в том, что мы не заметили в своей доброте последствий. Не учли эти последствия, что пьяный человек мог на дороге кого-то сбить. Да, вытаскивая его на дорогу. И вы знаете, мы могли бы это все вырезать. Никто нас не заставляет это сейчас вставлять в этот ролик. Но оставили только из-за того, что просто, если у вас будет такая ситуация, просто подумайте 10 раз, что он мог сбить кого-то. И для нас это будет на всю жизнь. Память на всю жизнь. Наука такая, знаете. Мудрость. Человек, который может сбить любого на пути. И я скажу так, алкоголь, у меня слов нет. Я его ненавидела и буду ненавидеть всю жизнь. Взаимно, мамочка. Почему же мы начали помогать этому водителю? Вы знаете, не видели его состояние? Не видели, потому что он сидел за рулем в автомобиле. Мы заметили его состояние уже почти под конец помощи. И я знаю, что могу посыпаться комментарии, что нужно было думать до этого. Честно, у меня была мысль, что он парковался возле своего дома, потому что там была его мать, они там жили. И у меня было чувство, что он просто влез, что он парковался возле своего дома. И не было никакой задней мысли, так сказать, что он куда-то собирается ехать. И такой плохой осадок на сердце, что наша помощь могла кому-то вылезти боком. Поэтому мы призываем всех, не побоюсь этого, никогда не помогайте прямому водителю. Никогда вылезти где-то. Можно выехать на дорогу. Да, выехать на дорогу. Можно довезти его домой. Можно помочь ему там в чем угодно, но не сесть за руль. Это страшно. Чему я научился? Я благодарен Богу за то, что вот этот вот момент и те люди, которые будут смотреть на канале нас, они чему-то научатся. Сможет передостеречь, может кого-то от такого же неотдуманного поступка. Или может быть намного хуже чей-то где-то поступок. Точно так же вы бы помогли бы пьяному, а он выехал и сбил человека. Нам поломали пампер, ну и ладно с тем пампером. Бампер был, бампера нет, машина сейчас есть, завтра ее не будет и так дальше. Человеческая жизнь, она бесценна. Это была бы, как это сказать, вина на всю жизнь. Если бы он по нашей вине сбил человека. Хотя он по своей вине сел пьяным за руль. Но мы не додумались, не в мысли, знаете, как с добрых побуждений. Чуть-чуть подвыпивший, ну чуть-чуть, то есть его особо не шатало. Чуть-чуть вот алкоголем пахнет, а оказалось все намного хуже.